всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале и я продолжаю свои сводки по возможности ежедневные о ходе нашей войны с хамасом идет 30 день армия продолжает сухопутную операцию эту сводку как любое другое видео всегда можно поддержать лайк подписка комментарии очень несложные действия помогайте мне распространять эти видео посылайте эти ссылки своим друзьям и знакомым мы вместе должны противостоять про хамасовской и пропалестинской пропаганде которая к сожалению усиливается и которая пока переигрывает израиль в информационной войне можно тоже задонатить на канал это в общем тоже помогает потому что нужно оплачивать работу команды чтобы контент появлялся регулярно кнопочка супер спасибо где-то вот здесь вот такое сердечко с долларом и две платформы busty и patreon ссылки на них находятся в описании и так тридцатый день войны на сегодняшний день израильская армия полностью завершила окружение города газа и сейчас понемногу начинает от предместья этого города двигаться к центру по некоторым данным израильские подразделения находятся уже в двух километрах от госпиталя шифа это главный госпиталь газы под которым находится главный бункер хамаса вот ну это видео мы у себя показывали уже это главный оперативный штаб и там же прячутся главари хамаса вот в частности ях ясенвар один из таких главных организаторов вдохновителей атаки 7 октября министр обороны израиля галант сказал о том что обращаясь к жителям газы мол вы сами можете до него добраться и таким образом приблизить окончание войны сухопутные подразделения во взаимодействии с ввс сейчас продолжают боевые действия ограничений на применение тяжелого оружия нет армия вот старается минимизировать свои потери они к сожалению есть уже вот около трех десятков погибших военнослужащих у нас и продолжают они погибать к сожалению но армия использует всю свою огневую мощь для того чтобы вот сносить все что там имеет отношение к хамасу и продвигаться вперед ввс несколько снизили интенсивность ударов по газе но это связано с двумя вещами вещь первая это наши войска уже находятся в городской черте и соответственно возрастает опасность огня по своим дружественного огня во вторых банк целей который вот имелся у ввс он уже так порядком исчерпан и сейчас в основном ввс переключились на работу по заявкам наземных войск или по данным разведки то есть на работу по выявляемым целям вот цель какая-то появляется наносят по ней удар или силами самолетов ударных самолетов либо вертолетов на вертолетчиках сейчас тоже такая очень большая нагрузка апачи там непрерывно висят над городом ну как бы вокруг него до исполняя роль такой летающей артиллерии высокоточной летающей артиллерии у боевиков тоже довольно серьезные потери вот но они по-прежнему вот исповедуют свою тактику маскироваться под мирное население последние фотографии которые выкладывала пресс-служба армии мы у себя показывать не будем там все боевики одеты в гражданское то есть у них автоматы гранатометы там взрывные устройства но одеты они при этом гражданскую одежду чтобы можно было всегда выдать за 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 погибших мирных жителей совершенно стандартная тактика хамаса кроме этого они используют скорую помощь для передвижения по городу своих мобильных групп я вот все время еще будучи иностранным корреспондентом в газе с этим сталкивался я прям видел как вооруженные люди грузятся в амбуланс и куда-то едут и это совершенно их нормальная тактика израиль нет вот буквально накануне разбомбил несколько машин скорой помощи в которых передвигались террористы судя по всему под видом раненых они пытались эвакуировать своих главарей тут же естественно там по всему миру начался дикий вой там антонио гутерриш генсек он этот полоумный сказал что он вообще потрясен это какое-то ужасное там варварство и так далее странным образом он не сказал то же самое про израильских медиков которых террористы 7 октября целенаправленно убивали они целенаправленно атаковали машины скорой помощи клиники в кибуцах на юге они знали где живут медики это делалось специально для того вот во время например атаки на фестиваль музыкальный возле кибуц и рим они первым делом убивали медиков чтобы никому было оказывать помощь и таким образом чтобы количество потерь увеличивалась там в частности погиб молодой араб парень парамедик он вернулся на этот фестиваль эвакуировав первую партию раненых он вернулся хотя его отговаривали его коллеги но он вернулся и пытаясь оказывать помощь погиб он бы его тело было найдено рядом с телами раненых которым он пытался там оказывать помощь остановить кровь там наложить повязки и так далее так что директор скорой помощи или бин написал письмо гутеришу о том что вот мы конечно все понимаем но вот вы как-то не высказали вот не сожаление по поводу гибели израильских медиков зато вот тут сейчас забываете по поводу того что израиль бомбит машины скорой помощи надо использовать машины скорой помощи для перевозки вооруженных террористов их никто бомбить не будет тут все довольно просто и кроме этого еще очень важный момент на улице аль-Рашид это такое то тоже прибрежное шоссе вдоль сектора газа она идет с севера на юг там были обнаружены тела женщины и те десятки буквально убитых огнем стрелкового оружия хамас пытался выдать это как последствия авиаудара израильских ввс но это видео есть осинтеры его уже геолоцировали внимательно изучили на телах убитых нет следов вот от взрывного воздействия как бывает при прилете там авиационного боеприпаса не все убиты выстрелами стрелкового оружия часть убита в спину в этом месте нет израильских подразделений ближайшие из них на момент обнаружения тел находились примерно в 7 километрах южнее от этого места соответственно израильтяне стрелковым оружием этих людей поразить не могли из этого можно сделать вывод что хамас убивает беженцев которые пытаются уходить на юг израиль постоянно предоставляет гуманитарный коридор вот сейчас в данный момент когда я записываю эту сводку еще три часа будет действовать гуманитарный коридор по улице салах один в частности можно уйти с севера на юг до армия по-прежнему призывает гражданских покинуть зону боевых действий вчера опять же пытались обеспечить им безопасный проход боевики хамаса начали обстреливать наших военных и беженцев из гранатометов и пулеметов так что таким образом вот это вот гуманитарный коридор был сорван хамас постоянно настаивает давайте гуманитарное перемирие мы тогда отпустим часть заложников условия по-прежнему простые отпустите заложников издавайтесь и тогда никто не пострадает а всех кто причастен к хамасу будут судить справедливо по законам по законам израиля и так далее но естественно это все чушь собачий ничего не никого не не отпустят просто так и никто из них не сдастся это фанатики которые готовы там подохнуть в этих подземельях к вопросу о подземельях там это не оказалось для армии сюрпризом и более того вообще пока вот хамасу они не дают ощутимого преимущества кое-где им удается проникать там вот в боевые порядки израильских войск но израильтяне к этому готовы инженерный спецназ действует в том числе по поводу этих туннелей используются различные средства противодействия так что пока армия вот с этой угрозой вполне справляется продолжая продвигаться как я уже сказал к центру города так что посмотрим как это все будет развиваться пока же еще раз говорю ни с чем таким вот непреодолимым армия пока не столкнулась история с расстрелянными беженцами кстати мне очень напомнил историю битвы за масу где игил сражался с иракской армии до оборонялся в этом городе и там и деловские снайперы регулярно расстреливали беженцев особенно это явление приобрело такой широкий характер когда иракские войска заняли половину города но там по реке она делится как бы город делится по реке и когда жители из занятой игилом половины пытались перебраться на другую сторону их расстреливали там на мостах на переправах и так далее так что эта тактика у террористов совершенно не новая по поводу заложников идут переговоры они очень сложные есть специальные люди занимаются этим и нас тут всячески просят журналистов это вообще поменьше обсуждать про заложников помнят их действительно очень много ситуация абсолютно беспрецедентно поэтому этими вещами занимаются параллельно идет наземная операция параллельно пытаются договориться об освобождении заложников там не знаю в обмен на что-нибудь даже обсуждался такой экзотический вариант выпустить главарей хамаса за границу дать им возможность эвакуироваться в обмен на всех заложников но этот вариант пока обсуждается пока никакое решение еще по этому поводу не принято что касается информационной войны вот хотел сказать да мы ее ведем с хамасом тоже с пропалестинской про хамасовской пропагандой она очень хорошо подготовилась к этой войне идет масса вбросов до масса таких всяких инфлюенсоров в диапазоне от специально обученных людей с раскрученными аккаунтами вот вчера в эфире на девятке мы у себя это обсуждали со специалистом этой области он говорит что были прям подготовлены множество аккаунтов уже раскрученных оплаченных с большим количеством подписчиков и вот там сейчас идут эти все вбросы пропалестинские в диапазоне вот от них до полезных идиотов типа анджелины джули которая вдруг выразила тут сочувствие палестинскому народу не попытавшись даже разобраться в том что собственно происходит по поводу того видео кстати вот о котором я много раз рассказывал жуткого 47 минут это такие абсолютные зверства хамаса галь гадот наша актриса которая вот живет работает голливуде договорилась там и закрытом показе так что посмотрим как на них это все повлияет потому что ну я еще раз повторяю я видел два эпизода по две минуты это адский ужас это невозможно описать словами я даже не хочу пересказывать то что я там видел это просто могут это запредельно совершенно и люди которые это все видели целиком они сейчас все вот нуждаются в помощи психологов буквально вот так и так это страшно выглядит но что касается вот информационной войны о чем я уже говорю у нас тоже к сожалению допускают грубейшие такие ошибки вот министр а а михай ильягу это министры по делам наследия есть у нас такой тупой абсолютно ненужное министерство он тут отвечая на вопрос журналиста сказал о том что журналист спросил так что нам типа бросить на газу атомную бомбу скал ночью это тоже одна из возможностей ну дурак вот что тут скажешь да вот когда человек просто дурак это плохо когда человек министр дурак то это вот прям общественная проблема его слова тут же начали опровергать диапазоне от премьер-министра до министра обороны что это чушь все собачья да да и как на газу то скинешь атомную бомбу но это вообще вариант не рассматривался никогда в жизни в принципе но вот вот человек ляпнул и сейчас вот эти все про палестинские про хамасовские вообще международные медиа активно подхватили это дело вот мол смотрите израиль хочет сбросить на газу атомную бомбу ну он сейчас отстранен от участия в заседаниях правительства может вообще уволят наконец-то потому что ну к великому сожалению вот у нас правительстве полно таких кретинов которые несут не весь что вместо того чтобы вот молчать и делать свою работу а лучше вообще уволиться и штаты своего министерства и бюджет передать куда-нибудь я не знаю на полезное какое-нибудь дело что касается севера там вчера был такой разогрев ситуации хизбалла усилила обстрелы мы в ответ усилили удары по ливану на сейх уже в глубину ливана южного но не переходя реку лета не это такая условная граница которая отделяет южный ливан от остальной части страны и все это показывала хизбалле что мы готовы до хизбаллы довольно приличные потери но пока она вот некую красную черту не переходит единственная в следующую субботу будет новая речь хасана насрал и вот посмотрим что он там скажет будем ждать развития ситуации на севере там пока большая война не началась американские авианосцы здесь мы готовы мы не задействовали в газе еще даже трети своего потенциала боевого имеется ввиду ввс и разного рода такие средства поражения сейчас в газе все продвигается достаточно успешно на севере ждем развития событий посмотрим как это все будет развиваться обязательно буду вас об этом и дальше информировать спасибо что смотрите мои видео не забывайте их пожалуйста распространять это очень важно это очень нам помогает в нашей информационной войне еще раз спасибо всем пока